Об этом не только будем говорить сейчас. Городской главой Энергодара Дмитрий Орлов присоединяется к нашему эфиру. Дмитрий, рад приветствовать. Доброго дня. Здравствуйте. Дмитрий, в очередной раз напоминаю нашим зрителям. Речь идет о Запорожской атомной электростанции, крупнейшей атомной электростанции Европы, которая временно находится под контролем российских оккупантов. О том, что конкретно сейчас там происходит, то информация, которую можно разглашать, которая известна вам, попрошу вас сделать это. Запорожская АЭС находится под оккупацией уже больше, чем полтора года. Больше года энергоблоки не работают на генерацию электрической энергии и больше года уже работает международная миссия МАГАТЭ на станции. Действительно, в последние месяца значительно усилились атаки наших вооруженных сил Украины и сил специальных операций по точечным скоплениям оккупантов и коллаборантов как в городе Энергодар, так и поблизости. Хочу подчеркнуть, что не касается их атаки непосредственно на крупнейшей атомной станции в Европе, то есть по территории атомной станции и по территории, которая находится вокруг, вооруженные силы Украины атак не наносят. А что касается непосредственно работы самой станции, то шестой энергоблок, несмотря на запрет от госатомо-энергорегулирования эксплуатации этого энергоблока, как и оставшихся в режиме горячего останова, оккупанты и оккупационная часть администрации Запорожской атомной станции, нарушив эти требования, вывели шестой энергоблок в режим горячего останова. Все остальные энергоблоки находятся в режиме холодного останова. Атомная станция не генерирует электрическую энергию, а потребляет украинские энергосистемы для того, чтобы обеспечивать ядерную и радиационную безопасность всех энергоблоков станции, потому что ядерное топливо необходимо охлаждать непрерывно. Что касается персонала, то персонал, если до оккупационный период было 11 тысяч, порядка 11 тысяч работников на атомной станции, то сейчас тысяча-две тысячи находятся постоянно. Кадровый голод ощущают оккупанты на себе уже очень остро, и об этом свидетельствуют даже объявления, которые они дают в средствах массовой информации о наборе на критические категории специальности, людей фактически с улицы. Это говорит о том, что кадровый вопрос у них стоит довольно-таки остро. Дмитрий, скажите, а вот те сотрудники, которые были, да, они уехали, с ними что-то случилось? Куда делись, грубо говоря, все сотрудники, которых сейчас не хватает? Сотрудники, которые не заключили контракты с Росатомом, в основном они не имеют допуска на атомную станцию. Около половины в связи с угрозой жизни и здоровья они переместились на территорию под контрольным вооруженным силам Украины. Часть находится в городе в качестве таких пленных, гражданских пленных, потому что на атомную станцию их не пускают, а выехать из города у них фактически возможности нет, потому что не получив российских документов и не заключив контракты с Росатомом, у них нет возможности ни попасть на атомную станцию, ни выехать фактически из города. То есть ситуация довольно плачевная, и что касается персонала, здесь действительно стоит задуматься, и стоит международной миссии включиться более активно, на мой взгляд, потому что ситуация действительно стоит очень остро. Дмитрий, вы сказали, что один из реакторов переведен из состояния холодной остановки в состояние горячей остановки. Что это означает, скажите, пожалуйста, и чем, возможно, это угрожает? Параметры первого и второго контура, они такие же, как и при работе энергоблоков практически, но ядерной реакции деления с выделением большого количества тепловой энергии не происходит, то есть реактор находится в подкритическом состоянии, а параметры первого контура, они соответствуют тем параметрам, которые на уровне мощности, то есть это температура первого контура порядка 280 градусов и давление 160 атмосферы. Второй контур тоже номинальные параметры поддерживает. Это дает возможность генерировать небольшое количество пара для собственных нужд энергоблоков, но тем не менее в связи с той общей ситуацией, которая складывается на станции, наше госатомо-энергорегулирование Украины, оно запретило данный режим эксплуатации энергоблока по ряду причин. Так это чем-то опасно, это чем-то чревато? Ну это больше эксперты госатомо-энергорегулирования, наверное, могут сказать, но то, что они запрещают работу в этом режиме, это уже о чем-то говорит. Дмитрий, скажите, какое количество тяжелого вооружения, по вашим данным, находится в данный момент на территории атомной электростанции Запорожской? Ну атомную станцию с первых недель оккупации оккупанты используют как такой ядерный, ну как ядерную фортецию. Да, да, и фактически шантажируют этим весь цивилизованный мир. Они не собирались и не собираются использовать ее в качестве генератора электрической энергии. И разместили практически сразу там тяжелое вооружение в машинных залах энергоблоков, на ремонтных площадках так называемых. И также порядка, ну до тысячи оккупантов вооруженных используют ее как место фактической дислокации, постоянной дислокации своих вот оккупационных сил. Они чувствуют себя там в безопасности, потому что понимают, что вооруженные силы Украины в любом случае не будут вести огонь по территории крупнейшей атомной станции Европы. Ну да, это нас и отличает от врага, потому что мы не устраиваем техногенных катастроф, не лупим по мирному населению и так далее. Дмитрий, спасибо большое, что присоединялись к нашему эфиру. Дмитрий Орлов, городской глава НРКТАРа. Спасибо большое. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш телеграм в описании.